Я хотел бы сказать, что вот этот проект «Родные корни» абсолютно является для нашего университета органичным. Это попытка найти новые методики воспитания молодежи. Они не совсем новые. Это история. Историю воспитывали всегда, и не всегда удачно, и не всегда той историей, которая была, а той историей, которую представляли власть придержащие. В данном случае это история истины. Это история каждого молодого человека, который занимается этим проектом. Это история его семьи. Надо сказать, что мне кажется, вполне удачной стала вот эта первая попытка проведения такой работы в нашем университете. Все мы понимаем важность и необходимость того, что делаем в этом направлении. Но тем не менее мы назвали «Родные корни» истории и генеалогии семьи проектом. А проект – это всегда замысел. Может быть, есть смысл немножко приоткрыть, что мы под этим замыслом имеем в нашем университете, в смысле стратегии. Хотелось бы в первую очередь увидеть в субъектах политики формирования российской идентичности не только высокую политику, не только наших государственных лидеров, но еще что-то очень важное. Ведь сегодня национальная идентичность, если политизируется, то с точки зрения управления, политизируется политикой, управляется самыми разными структурами, и мы это прекрасно знаем, государственного и негосударственного профиля. И средствами массовой информации, и сообществами, корпорациями, экспертов, и исполнительной и законодательной властью, мы в этих субъектах политики, управляющих сегодня национальной идентичностью, российской идентичностью у нас в стране, должны увидеть и обозначить с особой силой такие ее субъекты, как гуманитарное знание, на мой взгляд, гуманитарное образование, в конце концов, а может быть и в первую очередь Российский государственный гуманитарный университет. Увидеть его в этом ряду, увидеть через совершенно конкретные проекты. И чрезвычайно важно при этом помнить и наше историческое прошлое, и наше историческое настоящее. История 20 века была очень тяжелой, была очень поучительной и назидательной. Она прошлась очень часто тяжелейшим катком по человеку, по личности, по семье, разбросав, казалось бы, людей очень тяжело, серьезно. А в годы гражданской войны и через семью все это проходило. И делала бойцами по разной линии баррикад отца и сына, мать и дочь. Все это нам достаточно хорошо известно. Но в то же время известно и то, как и все на свете, человеческая личность уникальна. И 20 веку с его очень тяжелыми событиями, колоссальным наследием для нашей страны, эту личность все-таки не удалось нивелировать, не удалось выровнять, не удалось ее сделать зеркально-плоской, отражающей какое-то, может быть, иное бытие, чем история нашей страны. И это очень хорошо показывают рассказы, сочинения, те работы, которые издают наши студенты, первокурсники, вчерашние школьники. Сегодня социологи, и Жан Теренчик, как говорится, держит здесь руку на пульсе, политологи, историки, экономисты, констатируют тот простой факт, что по сравнению, например, с началом 1990-х годов семейные ценности в русской и российской культуре демонстрируют очевидный рост. И, между прочим, не только российской и не только русской. Хотя мы должны сегодня подчеркнуть, и российская, и русская культура, это аксиоматично, является частью, очень серьезной частью, важной, принципиально важной частью содержательной мировой культуры. Вот почему проект, подобный нашему, родные корни, истории, генеалогии, семьи, не может быть только внутрироссийским делом. Он, конечно же, мировой, он, конечно же, международный. И если у нас найдутся партнеры за границей, может быть, в рамках магистерских программ, а может быть, что-то и более нетривиальное, мы, конечно, будем только приветствовать. Представляете, как интересно первокурсник немец и первокурсник российский, студенты РГГУ, поляк и наш, вот через эту призму формирования национальной польской или национальной российской идентичности. Моё сообщение будет посвящено некоторым конкретным, предварительным пока результатам осуществления этого проекта РГГУ и тем перспективам, которые он может иметь как в общеинститутском, я имею в виду, историко-архивный институт, факультет архивного дела, так и в общеуниверситетском пространстве всего нашего Российского государственного гуманитарного университета. Ну, нет, наверное, необходимости говорить о том, что генеалогия, изучение истории семьи, изучение истории рода, это один из самых действенных, самых эффективных способов приобщения человека к истории своей культуры, к истории своей страны, своего общества, своей цивилизации. Генеалогия вообще является древнейшей формой исторической памяти. Она связывает прошлое с настоящим и перекидывает определённый мостик в будущее. И путём изучения собственной генеалогии, путём изучения семейной истории, обращения к истории своих предков, человек начинает воспринимать историю своей страны прежде всего как историю свою, как историю своего рода, своей личности через призму вот этих конкретных исторических данных. Это чрезвычайно важно сейчас, когда у нас проходит в этом году год российской истории, когда стоит задача повышения общественного интереса к историческому прошлому нашей страны, популяризации исторического знания и повышению в целом исторической культуры нашего общества. Генеалогическая культура, безусловно, является одной из очень важных частей этой исторической культуры. Ну, наверное, не будет большим откровением сказать о том, что в XX веке по этой культуре, исторической, генеалогической культуре, осознанию принадлежности к определённой генеалогической и исторической системе был нанесён в нашей стране довольно существенный удар. Потому что те политические силы, которые пришли к власти в 1917 году, они поставили задачу создания нового общества, нового человека, во многом лишённого своих исторических корней. И всё это способствовало не только разрыву исторической памяти, но и в целом негативному отношению к историческому прошлому нашей страны, к отчуждению человека от истории своей страны, к восприятию этой истории как чего-то внешнего, зачастую совершенно враждебного и не имеющего как бы непосредственного отношения к данной конкретной личности. Сейчас, к счастью, ситуация существенно изменилась, и она меняется и в настоящее время довольно активно. Сейчас изучение генеалогии, изучение семейной истории, истории предков становится важным и зачастую даже чрезвычайно популярным занятием. Но, к сожалению, на этом пути существует очень большая опасность поверхностного, дилетантского отношения к этим вопросам. Если мы возьмём интернет и, так сказать, простейший поиск осуществим, то мы увидим огромное количество разного рода интернет-сайтов, где огромное количество рекламных объявлений, «Узнайте историю своей фамилии, своей семьи, биографии своих предков чуть ли не за пять минут». Это, конечно, коммерческий интерес, это, конечно, очень поверхностное отношение, и такие объявления и такие предложения, они, конечно, отвечают только тем людям, которые действительно лишены вот этой элементарной, хотя бы исторической генеалогической культуры. Потому что, безусловно, исследование, серьёзное исследование родословной, серьёзное обращение к семейной истории, это процесс чрезвычайно долгий, это процесс очень тщательный, это процесс, который должен строиться на научных, источниковеческих основаниях, и далеко не всегда, когда мы начинаем заниматься генеалогией какого-то человека, мы можем быть уверены, вообще-то говоря, и в успехе, потому что сохранность источниковой базы в нашей стране тоже оставляет желать лучшего, и здесь очень важно взаимодействие с архивными учреждениями, с рукописными отделами музеев, библиотек и так далее. Поэтому наша задача состоит не только в том, чтобы пробудить интерес к изучению генеалогического, историко-генеалогического прошлого, но и поставить этот интерес в рамке определённой научности, показать серьёзность отношения к этому и серьёзность таких исследований. И надо сказать, что в нашем университете накоплен довольно большой опыт в области преподавания и исследовательской работы по генеалогии. Я напомню, что ещё с 1930-х годов в историко-архивном институте началось преподавание генеалогии в курсе вспомогательных исторических дисциплин, и одним из пионеров этого дела был Николай Петрович Чулков, выдающийся генеалог, историк ещё с дореволюционным стажем. В последствии в историко-архивном институте работали такие выдающиеся исследователи, как Степан Борисович Василовский, Владислав Крискин-Челукомский, Александр Александрович Зимин, Владимир Борисович Кобрин, Александр Владимирович Станиславский, которых нужно здесь, конечно, упомянуть, которые были не просто блестящими исследователями, но которые были также специалистами в области генеалогии, и благодаря которым во многом генеалогия получила импульс для возрождения в конце 80-х годов. В 89-м году мы провели первую в нашей стране научную конференцию по генеалогии в историко-архивном институте, и теперь изучение и преподавание генеалогии в нашем университете, оно выходит на качественно новый этап. Этот качественно новый этап, как уже здесь было сказано, соответствует научно-образовательной программе «Родные корни. Генеалогия. Устная и семейная история», разработка которой началась благодаря приказу ректора нашего университета Ефимовича Пивовара. И в реализации этого проекта задействован целый ряд структур Российского государственного гуманитарного университета, в том числе и кафедра вспомогательных и специальных исторических дисциплин нашего университета. Наша кафедра разработала несколько учебных курсов по генеалогии. Причем эти учебные курсы носят как общий характер генеалогии и семейной истории в целом, так и более специальный, предназначенный для определенных специальностей. Безусловно, необходимо активизировать работу по реализации этой программы, как углубление ее, так и расширение на различные факультеты РГГУ, охват полностью университета этой программы. Для этого важно ввести и соответствующие курсы, и соответствующие разделы общеисторических курсов. Для этого важно продолжать разработку учебно-методических пособий. Представляется, что расширение и развитие этой общеуниверситетской программы может стать действенным методом повышения общегуманитарной культуры студентов и приобщения их к истории Родины, к истории своей культуры через историю своей семьи и через биографию конкретной личности в очень сложных и в очень непростых исторических процессах XX века и современности.